Снова всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек, мы продолжаем играть в сюжетку Ландарка, второй эпизод. Вот, я сделал все дела, все вообще прям как надо сделал, в общем, починил часть одежды, поел, попил, сделал целую кучу воды и, видимо, слишком рано отправился наружу, ладно. Значит, еще немножко поспим, просто я только решу, думаю, с самого тричка пойду к нему, вот, надел повязок, огромнейшую кучу повязок надел, из МХ, которые я смогу ему дать, ну как, огромную кучу штук, наверное, может быть, 8, 9, типа, из всего МХ, который у меня был, вот, съел ИРП-шку одну, потому что у меня очень мало было калорий, часть еды я, большую часть я оставил здесь, с собой, в общем, прям по минимуму взял, чтобы как можно больше нести. Скорее всего, сейчас еще и захвачу ветки, которые тоже ему можно отдать. Блин, почему-то где-то так. Должно же быть светлее в это время суток. Там будет метель, еще вот, чем проблема, вся. Вот, в итоге повязок у меня, оказалось, перевес на килограммчик всего лишь. Я взял с собой кучу мяса, там была рыба, короче, которая была 1%, которую я решил не жарить. Точнее, не готовить, вот. Но я все-таки ее приготовил, и вот она, наверное, вот, где-то вот эта вот, наверное, она, или вот эта, не знаю. В общем, тут у меня 5 килограмм-то точно есть, еще даже немножко сверху, то есть килограмм где-то 6 копейками. Вот, поэтому мне кажется, что мне должно этого хватить. И я вот думаю, все-таки собрать вот все палки, потому что палки тоже можно ему отдавать. Мне кажется, слишком большой перевес от палок точно не будет. Так что мог палки, и все ему отнесу. Заберу там шкуру кролика, потому что здесь мои 3 высушились. Все, кишки тоже высушились. Нужно одну сюда принести и сделать себе перчатки. Из кролика топовые. Вот, все остальное более меня есть. В этот теперь холодильник я тоже стал складывать вещи, потому что там уже у меня места нет. Я думаю, даже оттуда потом еду сюда перенесу. Вот, в принципе, на довольно долгое время собираюсь здесь выживать, потому что мне надо репутацию с ним поднимать. Для этого надо очень много провести времени в этом месте. Набрать вещей, которые можно ему отдать. Петель, конечно, такое себе идти, честно говоря. Я вроде как не особо должен замерзнуть. Нет, я очень сильно замерзну. Ах, пошел сам у утра называется. Да ну туда приду, еще обратно успею до вечера вернуться. Ага. Давайте пока стул поломаем. Час как раз пройдет. Может, он там все успокоится. Судя по звуку, не успокоилось. Так, надо тогда еще что-нибудь разломать. 8 минут. Я вот там колеса, которые были под песенкой сломал. Дров сюда накидал. Воды зато довольно много натопил. Пол, кстати, сколько? Два часа. Давай. Нет, сегодня, походу, везде будет метель. Это очень плохо, конечно. Я собирался сходить и еще вернуться. Заодно я только что сказал об этом. Но погода испортила абсолютно все. Что только могла. Я мог бы выпить чашку чая. Но для этого придется разводить печку. Ну, в принципе, с одной палкой 8 минут. Мне кажется, я должен успеть. Чашечку чая согреть, чтобы просто у меня чуть больше тепла было. В принципе, это путь не такой уж и долгий, но с другой стороны, не слишком близко идти. Надо дойти до тоннеля, а оттуда потом дойти до его избушки. Еще и в такую пургу ничего не видно. Потом и догреваться. Если бы я мог делать снежное укрытие, я бы, короче, их на протяжении пути от этого дома до его дома штуки 3 поставил. И в них мог бы всегда отдохнуть, переночевать. 18. Наверное, 18 должно хватить. Чтобы чашку чая подогреть. Так, чашка чая. А, зряченькие. Да, можно согревать. Да, все, пойдем. Ну, придется в такую погоду идти, что уж поделать. Итак, 5 минут мы с вами просто потусовались, ничего не делаем. С другой стороны, метель, по идее, спасает меня от волков. Что-то вряд ли не будет прилететь ходить. Кстати, дрова. Нормально, веточки валяются. Насколько помню, их тут не было. Значит, все-таки они падают с деревьев. Чтобы у меня были бесконечные ресурсы. Да, тепло уходит, но не так сильно. За счет чашки чая теплой и за счет моей одежды. А самое главное, штанишки из оленей шкуры. Кстати, можно было бы добавить какой-нибудь навык. Знаете, если ты, например, часто чинишь одежду, тогда прям только, например, подшить там как-нибудь штаны и сделать так, чтобы вся одежда, которая у тебя есть, ты мог бы ее типа там до 125% сделать, да, чтобы она была полегче. Что-нибудь типа такого. То есть, как бы, окей, ты хорошо подшиваешь, нужно где-то что-то убрать, при этом не теряя свойств с окривающего одежды. Я, кстати, недавно смотрел интервью Дэвида Хейтера, который озвучил Снейкер в игры в серии Метал Гир. Вот. И... Точнее, это же правильно будет с каким-то ангурсовиц. Потому что в первом Метал Гире и Метал Гире 2 он там ничего не озвучивал. Вот. И он сказал, что он работает над Лонг Дарком. Типа, большая канадская игра, типа, работаю над ней. Но я вот не знаю, он как актер озвучки работает. В принципе, может быть, главного героя, кстати, он озвучил, но я как-то не узнал ноток его голоса. Вот. И, скорее всего, все-таки это не он. Так-то он, в принципе, еще и сценарист. Так что, может быть, он как-то сценарий сюжета здесь помогал им прописывать. Ну или, в принципе, даже не помогал, а просто работал над игрой. В общем, забавный такой факт. Я вот, например, этого не знал. Можно, кстати, будет в титрах потом поискать, что конкретно он делает. Вон за арки. И закончилась пурга. Йо. И полдня не прошло. Ой, прошло. Ох. Ну, сейчас дойдем. Все хорошо будет. Надо веточки сейчас играть. А вот после этой серии, как мы сейчас с вами ему рыбу отдадим, возьмем, наверное, какое-то, ну, второе, типа, задание такое глобальное. И там я, наверное, уже буду какое-то время сам играть. То есть, ходить собирать мох, ходить собирать ветки, все это таскать ему, накидывать доверие, и потом диалоги уже вместе с вами слушать. В общем, мне действительно интересно набрать все по максимуму. Но, как вы сами понимаете, это реально долго. То есть, ходить, собирать веточки. А это там по пять доверия, каждая ветка. Мог чуть-чуть больше дает. Но все равно долго. Сейчас нам будет запомнить, что еще там может принять. Может, у меня что-то есть. Я бы ему волчью шкуру отдал, которая мне почему-то не слушается. С бабулькой было легко. Я ей просто сделал миллион повязок под конец. Отдал ей все, она рада была. Ну и плюс... Зайчиков хоть и не супер легко поймать, но гораздо проще, чем, например, убить волка, да, и притащить его шкуру. Скорее всего, там Заченок поймался, если что, у нас даже будет ужин. А переночевывать не придется здесь. Потому что уже вроде как темнеет. Хотя, по-моему, идет полдня только за что-нибудь. Я же не так долго ждал. Никто там у нас? А никто и не поймался. Я столько времени отсутствовал, и никого... Никто не поймал. Как-то... Ладно. Допустим. Так, теперь я надеюсь, что мне рыбу надо быть просто типа в диалоге ему как-то отдать. То есть он посчитает, что 5 килограмм есть. Ведь так? Затушенная. Свежая шкура крови. Боже, что... Почему вот она тут свежая? Я две унесу, мне одна правда нужна. Так. История. Шкура выживания. Так. Это что не прийдется идти. Но он сказал, что типа выживай. Пройти сквозь дамбу. О этом мы уже говорили. Так. Сычайно я еще раз активирую. Доверие. Так. Палка плюс 1. Ткань плюс 3. Повязка плюс 3. Свинил с фасолью. Свежая шкура кролика. А, так шкуру кролика он берет по 25. И оленья шкура. А у меня их нету. Вот как раз оленья. Так. Ну тогда держи повязки. Держи палки. Соро 5 штук. И я шкуру кроликами только одно. Отдам свежая. Вот так. Все. 114 доверие. Загадочное озеро. Давай кустарим не за 3. Расскажи мне про эту местность. Что ты хочешь узнать? Похоже, чем больше я буду знать об этой территории, тем больше у меня шансов выжить. Если ты считаешь, что урок краеведения тебе поможет, то ни в чем себе не отказывай, как говорится. Ты мне так ничего не искал. Ладно. Факелы. Похоже, вокруг загадочного озера полно волков. Ага, даже больше, чем обычно. Подскажешь, как мне с ними справиться? Ну, помимо совета, держаться от них подальше и стрелять, если они подберутся слишком близко. Я знаю, где ты можешь найти старые факелы. Волкам не нравятся громкие звуки. Брось с них факел, а они убегут. Спасибо. А, просто брось факел. Понял. Инструмент для выживания. Ты неплохо справляешься для пилота. Без хорошего топора или нажать долго ты не протянешь. Я пытаюсь их найти. Знаешь, если ты найдешь кузнечный горн и нужны материалы, то, наверное, сможешь изготовить себе приличный топорик. Я слушаю. Кузнечный горн можно найти неподалеку от заброшенной фермы Спенса. На другой стороне топи. Там должно быть почти все, что нужно. Снова туда перец, чтобы сделать топор? Спасибо, нет. Вот спасибо, джеремая, но нет. А что по квесту? Все-таки я должен, наверное, ему туда его закинуть. Поместите рыбу в расположенном в домике джеремая контейнер. Домик джеремая контейнер. Контейнер. Домик джеремая. Ну, че, даже, типа, не представляю, где может быть этот контейнер. По крайней мере, я в нишу. Ааа, то есть у меня есть, конечно, версия того, что там на улице надо туда скинуть. Я думал... Здесь, кстати, по-моему, до этого был то ли сейф, то ли холодильник. Давайте попробуем туда положить. Ну, это как бы для дров контейнер. По-хорошему. Своей контейнер. Да, я сюда уже много че положил. Вы совершенно... А, так все, высушенный шкурик ролик у меня с собой есть. Так, кучу дров мне надо домой утащить. Это, да. Где вот такой есть? Биллион палок я сейчас ему тут же отдам. Так, а сюда я положу рыбу. Все рыбы, что у меня есть. Уэст выполнен? Да, Уэст выполнен. Теперь я иду еще ему палок накидаю. И поговорю по поводу квеста. Что я выставил. Доверие. Нет. Так, а так как высушенная шкура есть, у меня, наверное, свежая-то не нужна. Давай, давай. Ну, вот так вот мы с вами добили его доверие до 158 из 20. Вполне неплохо. Дамба картера. Что ты знаешь о дамбе? Достаточно, чтобы при необходимости пробраться сквозь, у меня там настоящий бардак. Странное место для дамбы. Да, местные пересказывали разные слухи на острове Великого Медведь. Такое постоянно происходит. Просто еще одна компания хотела быстро срубить денег. Вот это информация. Круто. Так. Уроки выживания. Теперь поговорим о выживании. Что ты хочешь освоить? Ну, рыбалку я сделал. Ты теперь все знаешь о рыбалке и не так могу этим сказать. Окей. Ча бы про одежды. Так, здесь частотски холодно, да? И поэтому то, что на тебя надето, определяет, выживешь ты или нет. Я слушаю. Ветер или влага убьют тебя, если ты не предпримешь меры. Если есть возможность, верхний слой одежды должен быть ветрозащитным. И всегда ищи, где можно укрыться от ветра. Ветер мигом проморозит тебя до костей, и ты не заметишь, как получишь переохлаждение, а то и похуже. А что насчет влаги? Ну, тут очевидно, если промокнешь снегопад, провальшься сквозь лед и еще что-то в такой холод моргнуть не успеешь, как превратишься в рядышку. Так что лучше при любой возможности надевай непромокаемую одежду, особенно обувь. Если все же промокнешь, просушу одежду у костра. Это все почти учитывая вес. Чем тяжелее твоя одежда, тем меньше еды и на интернет сможешь нести, не уставая. Еще полезны толстые прочные слои. Зверь, особенно сейчас. Звучит разумно. Отлично, однако помнишь, что просто хорошая одежда недостаточно, нужно уметь ее чинить. Игла с ниткой твои лучшие друзья. Позаботиться о своей одежде, и она позаботится о тебе. Найдешь старые шмотки, пусти их на заплатки для той одежды, что получше. Это я так и делал, понял. Хорошо, теперь покажи, на что ты способен. Вот моя старая куртка, прямо на железной дороге. Прямо за железной дорогой, старая смотровая башня. Там обычно лежат вещи лесного патруля. По шаревых припасах и почини мою куртку. Я рассказал, я все отлично понял. Единственный способ научиться это сделать Маккензи, давай шевелись. Хорошо, скоро я буду с твоей чертовой курткой, как новенькой. Вот это настроил. То есть, а ничего, что я могу, типа, и тут ее починить. Найдите на блядя пункт, где Джереми осталось сшиться шкуру, отремонтируйте курку. Ну, мы сейчас туда не пойдем. Сейчас мы идем домой. Потому что мне нужно сделать все перчатки. Но потом, куда можно сходить, учитывая, что мы с вами планили, что идут недалеко. Сейчас, может, забрать с собой ловушку, потому что я в основном там живу. А сюда я только к нему буду приходить иногда. А-а-а-а-а-а... А-а-а-а-а... Нет, капкан не сломан. Был бы он сломан, я бы не могла заодно поставить. Да, возьму с собой. Вроде как, я говорю, можно даже отсюда дойти. Я, кстати, отдал ему всю рыбу, теперь мне надо будет рыбачить, чтобы снова ее найти. дровами приветствую то есть здесь реально прикольно что все взаимосвязано то есть если например собираюсь рыбачить почти целый день то мне для этого во первых нужны несколько удочек ну скорее всего одна дверь сломаются точно вот ну допустим удочку немного то есть следующее что мне нужно это что было много воды чтобы я мог пить потому что саша постоянно хочет пить для этого мне нужны дрова чтобы найти дрова я должен их на колоде естественно тоже тратить время и ресурсы поэтому я щас притащу кучу дров включая те что у меня там уже есть натоплю кучу воды отнесу это все с собой просто поставлю там на рыбацком домике поставлю бутылочки воды вот этой рыбу которой я буду успевать ловить я тут же несколько штучек пожарю там тоже с собой возьму несколько дровишек вот поем попью и буду дальше сидеть набирать это все с абсолютной легкостью вот так мне кажется два дня можно реально нормально подбачить набрать гораздо больше еды чем мне нужно сейчас все потом просто время от времени забегать домой есть но и одну рыбку с собой носить так я смогу себя прокормить продержаться подольше за то время с когда у меня уже будет еда и вода в неограниченных количествах по сути я смогу находить палки и этот мог ловить зайцев чтобы приносить ему их шкуру наверно все таки вариант с палками более долгий такой если я пишу зайчиков проще но место где не находится просто камушками поглавливаю на довольно долго но дрова мне нужны чё поделать зато пока 45 минут стоишь и и так уже себе добываешь дрова хотят со стамины останавливаться можно убежать оп уже не так проголдался вот и кстати вообще стакан остался что это не нычка случайно не юлия должен будут найти да вот прикольно ну в тайниках я мог сказать могло быть что-нибудь получше например не восстанавливаю все эти патроны для пушки но для сигнальных что-то интересно у тебя энергию все потратил может что-то с собой тащишь 38 килограмм вместо 22 не задумался об этом все телебег но тут идти недалеко зато дрова не придется рубить какое-то время искать полностью заправиться ну кстати почти нет вот этих низких деревьев видимо отрастет у меня было четыре удочки потом было мне пять крючков и четыре лески в общем одну леску и два крючка я скинул в сундук и то есть оставил три крючка три лески сделал еще три удочки то есть у меня теперь 7 удочек мне кажется мне этого реально должно долго хватить просто на огромнейшее количество рыбы даже логичнее было бы знаете кучу дров но не небольшую часть дров оставить у нас в доме а большая часть дров все-таки в рыбацком доме чтобы там сразу все готовить потому что бегать туда-сюда с рыбой хотя и блин тут холодильник можно на него все рыбы скидывать я конечно не знаю портится ли она меньше от того что ее в холодильник скидывали по идее вроде как должна портится действительно меньше что-то логичным работает ли это тут мне кстати очень сильно нравилась записная книжка которая была когда я вот до сюжета играл в которой там вся статистика написана и прочее-прочее здесь вроде тоже это можно посмотреть но не в качестве книжки там твои навыки были написаны на сколько ты прокачал уровни все вот это впрочем давай как раз к ночи домой придем с кучей дров потом я почти все это еле-еле допру до рыбацкой это и буду там ловить рыбу и готовить но это я говорю это нет смысла показывать потому что такой монотонный процесс где просто буду сидеть и ничего не будет происходить давай братан у нас там дома вода еда дома вот он наш дом да сейчас и попьем и поспим вообще все будет хорошо я сразу сейчас кстати у дома несколько дровишек кину мне кажется штук наверное 6-7 хватит для того чтобы довольно много мяса приготовить ну довольно много рыбы там тут у меня уже ткань лежит так ну видите 7 удочек 7 карл топоркс надо будет уже заточить а и у меня всего 12 ну вот 8 я тут оставлю 4 возьми с собой кстати часть дров здесь потратит вам три полежки то чтобы камни кстати мне тоже нужны камни мне нужны для охоты вот сюда куда-нибудь подошу немножко в принципе я их видел по крайней мере так здесь вроде особо кролики не бегают давайте кстати пока ночью перчатки сделаем я сейчас возьму воды без воды все таки он очень плохо себя чувствует почему-то уж не знаю почему так чуть-чуть совсем еды у меня должно быть мясо кстати нет не тут на втором да видите мре две штуки банки такие с едой так это еще по моему от того волка осталось до внешнего мне кажется конечно будет темно и мне не дадут доделать до конца но надеюсь что все же дадут и так воришки из мягк кролика смысле двойки шок а у меня сколько у меня только одни что я не принес пары под этой волчьей шкуры нигде нет не я забыл что нужно что больше пешков нужно черт подери раз два три да ну тогда я сброшу все это тут волчьи сброшу здесь 2 почему она только на 5 процентов просушен понятия не имею хотя 7 день тут лежит а участок просушки появилась это окошко надо ладно вообще цель будет не такая долгая потому что я буду заниматься рутиной вот иду отдыхать увидимся в следующей серии где мы с вами пойдем на вышку после того как я вот этих всех ресурсов приготовлю чтобы доверие с ним поднять мы пойдем на вышку возьмем там его куртку починим вернемся к нему сдадим квест так что спасибо вам большое за просмотр ближайшие 10 часов я иду спать с вами был джек увидимся и счастливо не забывайте заходить магазин g2.com теперь после покупки вы получите 3 процента себе на кошелек обратно используя кодовое слово check первая ссылка в описании